Второй этап комплексной проверки войск позволит определить уровень слаженности органов управления, способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями в различных условиях обстановки, а также способность подразделений выполнять поставленные задачи. Кроме этого, в рамках проверки планируется призвать из запаса порядка тысячи человек. Это значит, что и военные комиссариаты будут работать в полном объеме и заниматься своими действиями в соответствии с планами комплексной проверки. Военные обязанные будут призваны, но пока наращивается обстановка, принимаются решения, соответствующие плановых каких-то заданий или внеплановых, для военных комиссариатов, в частности, Полоцкого, Росонского района, пока нет. Стоит отметить, что сегодня воинские части Полоцкого гарнизона выполняют различные функции. По охране воздушных рубежей, по защите государственных границ, а также выполнению учебно-боевых задач в соответствии с предназначением. Цель их едина – укрепление обороноспособности и защита нашей страны от внешних угроз. Воинские части Полоцкого гарнизона в настоящий момент находятся в пунктах постоянной дислокации, занимаются плановой боевой подготовкой, ну, конечно же, как в соответствии с комплексной проверкой, в готовности к выполнению дополнительных поставленных задач и отработках учебно-боевых вопросов. Как раз-таки с этой целью дивизион 377-го гвардейского зенитного ракетного полка провел полевой выход. В 30-ти километрах Анпес на постоянной дислокации. Первый зенитный ракетный дивизион находился на протяжении 12 дней, и сегодня они возвращаются в войсковую часть. Согласно наших замыслов, мы совершили маневр, то есть мы сменили, сначала заняли одну боевую позицию, а затем в ходе выполнения задач заняли другую. Перед военнослужащими стояли задачи – оборудовать полевой лагерь и осуществить работу по контрольным целям. Благодаря дисциплинированности и подготовке всего личного состава дивизиона задачи были выполнены. Немаловажна здесь и боеготовность военной техники. Техника достаточно современная, новая. Боевые параметры техники позволяют выполнить поставленные задачи, что, собственно, мы и доказали. Хотелось бы, конечно, слова благодарности за нашу технику преподнести командованию ВВС и войск ПВО, и, конечно же, нашему углонокомандующему Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. В полевом выходе приняли участие солдаты-срочники. Для Евгения Тукачева это уже второй полевой выход. Среди трудностей отмечает погодные условия. В прошлый раз сильный мороз, а в этот – резкая смена погоды. Командир отделения руководит своим личным составом. У меня в подчинении 6 человек. Я помогаю им выполнять задачи, направляю их. Я как один из военнослужащих, который выполняет задачи боевого дежурства. В ходе задачи боевого дежурства мы поразили контрольные цели, которые летали. Поразили условные, выполнили задачу по предназначению. Глеб Рокофьев, Сергей Пальцев, телеканал «Звезда».